он прям как жидкая специя и если его прям сильно выпарить то он будет фундамент блюда вспомните как то вы кушали блюдо которое вроде бы с пряностями допустим там лавровый лист перец гвоздика но сам вкус ненасыщенный это потому что в нем нет базы на которой все держится так вот бульон как раз и будет основой вашего блюда с пустым вкусом у сельдерея больше всего вкуса в листьях но в дело пускаем и стебли морковь как видите нарезка не важно так как от овощей избавлюсь как только бульон будет готов если вы хотите оставить овощи то нарезайте их мельче и одинакового размера а то получится что они уже приготовятся а другие еще будут не готовы перец горошком лавровый лист и чеснок я не чищу чеснок все равно избавлюсь от него и лук просто нарезаем его на 4 часть никакой соли для нас теперь самое важное это вытянуть максимальный вкус из овощей и специй ставим на плиту доводим до кипения и уменьшаем огонь до маленького примерно 80 градусов так чтобы бульон не кипел варим два часа отсидим через сито и бульон готов для концентрированного выпариваем еще один час после того как избавились от овощей и пряностей и уже в самом конце добавляем соль если она нужна я взял крылья когда вы готовите куриные крылышки барбекю или просто запекаете всегда отрезать и вот эту третью фалангу и замораживайте когда у вас накопится много таких фаланг вы приготовите прекрасный куриный бульон для куриного бульона также отлично идет каркас от курицы позвоночник межгрудные кости и просто куриные кости когда кости с мясом и кожей бульон получается более жирным но вкус сильно не меняется так как в костях больше вкуса первым холодную воду отправляется курица напоминаю когда закидываем продукт в холодную воду он отдает больше вкуса чем когда в кипящую а теперь поехали с пряностями лук лавровый лист морковь перец горошком немного даем он так отдаст более пряный вкус лимон его надо держать в горячей воде не более 20 минут а то горечь от лимонной кожуры начнет выходить наружу и испортит весь бульон чеснок мне просто нравится резать полностью вдоль при том что именно он придает оттенок мясного вкуса и если вы по каким-то причинам не кушайте или не можете кушать мясо используйте чеснок далее фенхель вместо него можно взять сельдерей или его корень и петрухан ставим на огонь немного теории ребят я вижу она вам нравится если мы доводим бульон до кипения и варим на высоких температурах так что он булькает то часть жира эмульгируется в бульон и немного меняет его вкус не в лучшую сторону также он получается мутным они кристально чистым из-за эмульсии жиром и протеином который поднимается на поверхность бульона именно эта пенка и есть белок точнее одно из соединений белка ничего страшного не будет если мы его оставим но повторюсь бульон получится мутным я же собрал пенку и влил один стакан холодной воды чтобы остановить кипение стараемся варить на температуре 90 градусов три часа вот такой он после трех часов как видите лимона нет я его достал через 20 минут отдельно вытаскиваем крылья с этим через сито или даже лучше марлю снимаем пробу он офигительный для бульона я взял дешевые части говядины говяжьей кости томатную пасту овощи и пряности начнем первым делом мясо прокручиваем мясорубке чтобы достать из него больше вкуса позже объясню как это работает а вот и пряности морковь лук чеснок смесь перцев лавровый лист беру емкость и обмазываю кости томатной пасты зачем спросите вы томатной пасте очень большая концентрация глютамата натрия который усиливает мясной вкус во время карамелизации а именно запекание в нашем варианте далее в ту же емкость кладем фарш а теперь все это закидываем в духовку разогретую до 180 градусов примерно на 20 минут как раз в этот момент происходит карамелизация белка или по-другому реакция майера именно из-за этой реакции мясо становится вкуснее а запахи приятнее а благодаря тому что мы запекаем фарш они цельный кусок вкуса будет еще больше но вернемся к делу надо все запечь равномерно поэтому иногда перемешиваем фарш и переворачиваем кости чтобы они обжарились со всех сторон главное не сожгите горелые куски испортят бульон сделают его горьким а пока подготовим пряности и нарежем овощи все нарезаем произвольно подготавливаем кастрюлю с водой обязательно используйте только питьевую воду так как она тоже влияет на вкус запеченные кости и мясо кидаем воду туда же добавляем овощи и пряности а теперь важный момент горячую воду заливаем в емкость где запекали мясо и соскребаем все остатки это очень много вкуса переливаем доводим до кипения опускаем температуру до 90 градусов и оставляем вариться так на восемь часов хлоп прошло восемь часов избавляемся от всего нам нужен только бульон цедим теперь убираем все это в холод на пару часов весь жир застыл на поверхности и мы просто снимаем его шумовку главное его преимущество в том что это делается из отходов а точнее из панцирей креветок крабов лобстеров ну и так далее поэтому никогда не спешите выбрасывать их они пригодятся просто заморозьте и оставьте до лучших времен ну что ж поехали для нашего бульона я использовал панцирь креветок и краба краб был слишком большой и я его нарезал поменьше при помощи кулинарных ножниц для начала приготовим мерпуа с нарезкой можно не заморачиваться так как потом все равно будем все пробивать блендером ставим сковороду на плиту и на сильном огне обжариваем овощи на сливочном масле через две-три минуты добавляем панцирь и обжариваем еще две-три минуты затем добавляем томатную пасту и жарим еще две-три минуты томатная паста поможет панцирем отдать больше вкуса что сделает виски еще более насыщенным в самом конце добавляем паприку добавляем немного коньяка это даст немного сладости еще больше раскроет вкус жарим еще одну минуту и заливаем все фильтрованной водой если в процессе обжаривания что-то немного пригорело это даже хорошо будет больше вкуса доводим до кипения и оставляем вариться бульон на два с половиной три часа на медленном огне пока биск варится приготовим букет гарни это мешок с разными специями он нужен для того чтобы не ловить потом специи по всему бульону и в качестве мешка можно использовать вафельное полотенце или специальные бумажные фильтры или просто привязать зелень веревочкой завязываем и бросаем его в биск по прошествии времени достаем из бульона букет гарни и панцире краба переливаем все в блендер и хорошо пробиваем панцирь краба пробивать не стоит он слишком жесткий могут остаться осколки можно сделать это и погружным блендером чем мощнее блендер тем лучше затем обязательно протираем через мелкое сито чем мельче тем лучше биск готов если хотите можете довести до вкуса и пить просто так